Седьмая глава второй песни. Господь Брахма продолжает рассказывать дорогому сыну Нараде об определенных воплощениях Господа, которые очень сильно эмоционально повлияли на жизнь и творение Господа Брахмы. Интересным образом он рассказывает о том, что в результате совершения его аскез и верности его обетам Господь решил воплотиться сам в образе четырех братьев Санаки, Санаткумары, Сананданы и Санатаны. Брахма с гордостью за своих сыновей-мудрецов рассказывает, что духовная наука во время пралаи просто исчезла. Но эти четверо его сыновей-брахмачари изложили ее настолько талантливо, что мудрецы, которые имели счастье слушать их, обрели ясное видение духовного мира и истины. Дальше Брахмаджи с радостью рассказывает о воплощении Нара Нарайна Риши, выказывая вершину аскетизма и отречения. Господь приходит в образе, иногда описывается двух мудрецов Нара и Нарайны, а иногда одного четырехрукого мудреца Нара Нарайны. Предаваясь аскезам даже сейчас в Кали-югу, он поддерживает чистоту в творении, насколько это позволяет сама атмосфера Кали. Дальше Господь Брахма с совершенно чистой радостью рассказывает о том, что Господь Шива, когда Бог любви потревожил, Купидон потревожил, пытался потревожить его аскезу, вывести его из состояния медитации. Господь Шива пришел в такую ярость, что от крысу третий глаз он шел дотла. Бога любви, который с тех пор зовется Ананга, тот, у которого нет тела. Впрочем, говорит Брахма, Господь Кришна никогда не подвержен подобному гневу и, кроме того, никогда его не беспокоит вожделение. Это показывает воплощение Нарана Раэна Рише. Нарана Раэна Рише в дар Индре сотворили огромное количество великолепных женщин и подарили Индре одну из них. Тому же Индре, который, когда он попытался побеспокоить Господа Шива через Купидона, пришлось очень долго расплачиваться за свою страшную ошибку. Дальше Брахмаджи рассказывает о своем правнуке, нет, внуке, в маленьком Дхруве, своем ховоману Шатарупой. Дальше Брахмаджи провели на свет двух царей Преябрату и Уттанападу, и старший сын Уттанапада, Тхрува, из-за очень интересного поворота событий, о них мы будем читать в четвертой песне, решил во что бы то ни стало, будучи пятилетним принцем, получить себе во владение мира, который будет больше мира его деду Брахмы. Для этого он решил предаться Аскезам. Интересно, что воплощение Господа, который пришел даровать благословение, исполнение желания маленькому Дхруве, очень интересное Господе. Хотя Лакшми Дэви с самого начала Аскез Дхруве постоянно просил прийти и дать малышу все, что он хочет, Господь ждал долгих пять месяцев. Говорится, что Дхрува Морать именно в Картику, в Матхуане, получил даршим Господа и благословение управить миром 30 тысяч лет. А еще после того, как он закончит срок своего управления, отправится на Дхрува Локу, на удивительную планету, в центре Вселенной, которую с почтением обходит Барикра Мэй, все планеты, системы, солнечные системы, и великие мудрецы почитают ее как самую возвышенную духовную часть материальной Вселенной. Господь Брахма всячески восторгается Господом, который, несмотря на то, что он выдержал свое время, прежде чем даровать благословение, всегда является ворота лучшим из тех, кто дает благословение, всегда дает гораздо больше, чем кто бы то ни был мог помыслить о том, чтобы просить. Итак, следующее воплощение – это царь Притху. Царь Притху, который является воплощением Шактевиши Аватарой, воплощением царственного настроения Господа. Этот царь вынудил Землю с удивительными действиями давать все, что она могла и не могла, полностью обеспечив радостное существование всем на планете Земля. Кроме того, он освободил из ада своего предка-царя Вену, который, значит, не мог бы никак получить освобождение оттуда. Кроме того, Господь явно иногда разыгрывает драмы таким образом, что просто захватывает дух, когда мы слушаем об этих играх воплощение Господу Притху. С одной стороны, царь небесных планет, который очень дорог Господу. С другой стороны, Индра, Пурандра Индра ворует посреднего коня, Сашваметха Яги, которая, если она будет сотой, Сашваметха Яги может дать возможность царю Притху стать Индрой. Зачем ему становиться Индрой? Другой вопрос. Господь Кришну появляется на арене жертвоприношения вместе с Индрой и представляет царя Индра друг другу, говорит царю о том, что ему совершенно не нужно это сотой жертвоприношения в завершенном виде. Каким-то образом защищает Индру, потом отходит в тень и смотрит, как его воплощение царственного великолепия, и его дорогой, в каком-то смысле сын, царь райских планет, разбирается друг с другом. Кроме того, следующее удивительное воплощение, воплощение Хаи Гриева, опять очень-очень дорогой Господу Брахме, который, отходя ко сну, очень уставший, ведь Брахман же завидует творению вселенной 12 часов каждого своего дня, а потом он совершенно изможденный всеми проблемами, которые сыплются ему на голову постоянно, изо всех частей, полностью всех частей вселенной, отходит ко сну, и когда он уже засыпает, веды иногда выскальзывают, у него суст исчезает, и тогда Господь милостившим образом приходит в форме ма-тси-аватары. Описание этой аватары открывает Гита Говинду, собственно, 10 аватар, из 10 аватар, у Джады Вагасами Пхирвы стоит именно Мина Шарира. Итак, с этиораты умыни с мудрецами получат великое благословение от Господа, в форме говорящей золотой рыбы. Мать Аватара возвращает в мир духовные знания и дает мудрецам полное знание о цивилизации, какой Господь хочет увидеть в форме ма-тси-пураны.